Немного совсем с вами еще порассуждаем над Словом Божьим. Есть на сердце, чтобы мы прочитали два текста. Но прежде бы я хотел, ну не то чтобы вопрос задать, а так вот мысль такую вам предложить. Знаете, я последнее время, ну может быть всегда это было, но в последнее время начал замечать, что люди, ну не верующие люди, есть, к сожалению, верующие, очень часто говорят такие вещи, что мне нужно немного подчистить мой разум, а некоторые даже на других религиях говорят, там надо подчистить чакры. И вот сейчас это настолько распространение. Вы не встречаете такого? Нет, не слышите? Ну не знаю, может я с такими людьми общаюсь, но я слышу очень часто, и может быть мне так кажется, может быть я раньше не встречался с такими людьми, но мне кажется, что сейчас все чаще и чаще люди вот об этом говорят. И они говорят, такой вот стресс, столько много стресса, столько много проблем, голова сейчас у меня лопнет, мне нужно срочно на юга уехать, чтобы немножко мне развеяться и так дальше. Но, вот смотрите, есть три естества человека, то есть три, ну создан человек по образу и подобию Божьему, то есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой, человек создан Дух, Душа и Тело. То есть понятно, что человек вот на уровне разума что-то еще и может сделать, может быть ему могут даже помочь, может быть там частично как-то, да, там что-то забыть, что-то там подчистить немножко, что-то там развеяться. Но может быть на уровне души что-то тоже можно как-то там, вот некоторые люди, они допустим там, ну венца немножко выпили, да, и вот повеселились, поплясали и забыли про все свои долги, про все свои кредиты, про все свои какие-то беды, проблемы. И на какое-то короткое время душой, да, душой, ну в кавычках, конечно же, душой отдохнули, но это обман дьявольский, понимаете, да. Тоже где-то временно, но утром проснулись, все проблемы как были, так и остались, еще прибавились, голова больная там и так дальше. Но есть Дух человека, понимаете, да, то есть есть разум, есть душа, есть тело, есть Дух. Вот туда никто не может проникнуть. Вы согласны со мной, нет? Нет, не частично, ни на один процент, ни на два, никто не может туда попасть и проникнуть. Но вы знаете, что говорит Библия, очень много Библии об этом говорит, что там как раз таки скрывается вообще наша с вами жизнь и суть нашей жизни. Не в разуме, не в нашей даже душе, но это чувство, эмоции, да. То есть человек может быть очень эмоциональным, человек может быть веселым, ну в пойти в ад, когда умрет, да. Человек может быть очень добрым и хорошим, но быть не спасенным и так дальше. Есть Дух человека. И вот об этом хотел бы прочитать. Интересный текст недавно, может пару недель назад я прочитал, и он очень сильно меня заинтересовал. Это притчи 20 глава, 27 стих. Притчи 20 глава, 27 стих. Так вот, люди немного чистят здесь, немного чистят там, а в духе не могут ничего сделать. И это все временно. Я 16 лет, более 16 лет назад уже почистил свой дух благодаря Господу Иисусу Христу, Его Святой Крови. И я счастлив, слава Иисусу Христу. Вот 17 лет будет в 18 году, ну в конце этого года. 17 лет, как просто, вот мне больше ничего не нужно. Понимаете, да? Ни юга там, ни куда. Ну, если поеду, слава Богу, хорошо. Но я не об этом. Я говорю, что я полноценный человек, я личность, благодаря тому, что сделал Иисус Христос в моем духе. Аминь. И оттуда уже пошло благословение и на душу, мои эмоции, да? Они другие совершенно. И оттуда уже пошло и на мое тело. Я сегодня не никотином пахну, не там, не какими-то наркотиками, алкоголем, там, или еще какой-то какой-то грязью, да? Сегодня совершенно по-другому, даже физически я пахну, слава Господу. Итак, смотрите. Притчи, 20 глава, 27 стих. Очень интересный стих. Светильник Господень, что? Дух человека. Что там происходит? Испытывающий все глубины сердца. Слава Господу. Вот представляете, как интересно Бог создал нас с вами. У нас с вами есть дух. Дух. И если дух, он живой, если там есть доступ Богу, то есть человек, который принял Господа Бога в свой дух, да? То есть где обитает Господь Бог? В разуме? В сердце. А что это сердце? Это душа или дух? Ну, мы же говорим, три есть, да? Дух, душа и тело. Конечно же, дух. Конечно, дух. Место обитания Бога – это дух, он духовная личность. И если человек принял Иисуса Христа, Господа Бога в свое сердце, ну, мы говорим, да, в сердце, но это в дух. Дух, конечно же. Тот дух человеческий, он ожил. И, соответственно, вот этот светильник, о котором мы говорим, светильник Господень, он там зажегся, и что начало происходить? И он начал испытывать. Он начал находить там что? Ага, что он начал там находить? Представляете, фонарик зажегся в темноте. Чик, оп. Ага, вот пятнышко. А здесь что? Куча такая мусора, да? Не, не у тебя, Сергей, я просто… Ну, вот, Вася, Вася, Вася. А здесь что у тебя? И многие люди почему боятся прийти к Богу? Почему они… Потому что им комфортно жить вот так вот в темноте, вот в этой вот норе какой-то непонятной. Они живут духовно, я о духовных вещах говорю. И человек живет, у него все понятно, он пошел, там, поработал, немножко пришел, там, себе что-то сварил, покушал, там, поспал, опять утром пошел, поработал. Вот, и вот этот вот день сурка, знаете, в его жизни. Но беспорядок, как был в духе, как дух его был мертвый, как он не был счастливым, так он и остается несчастным человеком. Самое настоящее счастье, оно приходит откуда? Оно как раз таки в духе. Там, там зарождается счастье, радость, благословение, настоящее, нелицемерное. Человек может маску натянуть, радости, человек может натянуть. Сколько раз я встречал таких людей, которые улыбаются, показывают, что он счастливый, я вижу глаза у него потухшие. Встречали вы таких людей, нет? Я много раз встречал. А бывает, человек, ну, так, ну, немножко улыбается, а глаза сияют так, что кажется, что сейчас еще чуть-чуть, и у него эта улыбка выскочит и будет здесь прыгать по всему залу. Бывает такое? Так вот, настоящая жизнь, настоящее счастье, радость, оно как раз в духе. Если дух мертвый, то человек мертвый. Физически он ходит, он думает, он, может быть, он еще и умным человеком, но духовно он несчастный, он мертвый человек. И Библия говорит, что как раз-таки там должно что-то произойти. В духе должно произойти что-то. Там должен быть порядок наведен быть. Правильно? И многие люди сегодня, они здесь наводят, они там ходят к разным там психологам, чтобы там в душе там порядок навели, да? Ну, психолог это человек, который занимается душой, якобы. Не хочу наговаривать, наверное. Я много могу сказать на эту тему, но ладно, пропустим. Так вот, это все временно. Где-то в какой-то сфере человек немножко забылся, немножко что-то отошел, но как оставался несчастным, так и остается несчастным. Только, знаете, как вот перестановка такая. Вот одно меняется на другое, это на это, 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 это. Ничего не происходит. Некоторые люди думают, наверное, чтобы мне стать радостным, счастливым человеком, нужно в квартире что-то изменить. Начинают там мебель покупать, все выкидывать, там в кредиты залазить, там. Кто-то говорит, ну а машину срочно сменить, тогда я стану счастливым, самым счастливым человеком. Разные-разные вещи люди предпринимают, время теряют, тратят деньги. Хотя Библия говорит четко и ясно, зачем тебе бегать такими кругами? Тебе нужно в духе. У тебя может быть в разуме порядок, может быть в душе более-менее, но пока ты в духе не наведешь порядок, пока дух твой будет мертвый, там будет беспорядок, ты не будешь счастливым человеком. Вот и все. И написано, ты должен впустить вот этот светильник Господень, вот этот Божий фонарик, он должен там зажечься, и там он начнет показывать, куда и что тебе нужно сделать, от чего тебе нужно избавиться, срочно причем, потому что если ты не избавишься, можешь лишиться жизни. И это очень важно, в духе навести порядок. Туда может проникнуть только кто? Никто из людей, послушай, никто из людей, только Господь Бог. Аминь? Аминь. Еще одно место, это первое послание Коринфянам, вторая глава, с 11 стих. Тоже очень интересное место, которое говорит о том, что это то место, куда, ну, очень мало кто может проникнуть. Первое послание Коринфянам, вторая глава, 11 стих. «Потому что кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Смотрите, никто не может знать, что там находится, кроме кого? Самого человека, то есть его дух. Понимаете, да? И если человек духовно мертв, если он духовно мертв, то есть там нету Господа, то, ну, таких людей называют, можно назвать, бессовестные. Эти люди, которые, которые не слышат голоса Божьего, они не знают, в чем, что им делать, понимаете, да? То есть люди, которые не знают, они хотят что-то сделать в своей жизни, хотят перемен, а ничего сделать не могут, потому что не знают, что делать, понимаешь, да? То есть вот что мне сделать? Вот я готов сделать, там богатый человек, миллиардер. Вот я готов там большие деньги дать, что мне сделать, чтобы... Они знают, что сделать, потому что дух мертвый. И очень часто вот этот вот голос Божий, который в каждом человеке есть, он прокрикивает или пытается там проговорить жизнь человека, но человек слип, человек глух, человек не слышит. Мы не можем наш дух услышать нашими ушами физическими, правда? Мы не можем заглянуть нашими глазами туда в дух и посмотреть, что там. Можешь Сергей сделать, нет? Так заглянуть и посмотреть. Нет, не можем. Только дух внутри, он может понять, он только знает, правда? И если мы туда впускаем Господа Бога, он оживляет наш дух, то мы начинаем делать правильные вещи. Мы начинаем слышать голос Божий, мы начинаем понимать Писание, мы начинаем чувствовать силу Божью в молитве, мы начинаем переживать Господа, чувствовать не физически, а чувствовать его внутренностью своей. Так или нет? Есть такая фраза, как вот, ну, я часто тоже слышу, человек говорит, я в духе, да, или я не в духе. Слышали, нет? Что это значит, вы все не знаете? Не размышляли? Настроение. Но почему-то именно в духе, он же не говорит, я не в настроении, да. А почему вот эта фраза, откуда вот они так взяли? Я не в духе. Так же и неверующие тоже говорят, да, я не в духе. Ну ладно, про неверующих не будем говорить, поговорим о верующих. Верующий человек говорит, сегодня я в духе. Что это значит? Слышали такое, нет? Я часто такое, вот на конференции не надо, не будем, вот сегодня в духе мы поклонялись, или там сегодня мы в духе были. Что это значит? То есть получается, верующий человек может быть когда-то в духе, когда-то не в духе, сегодня ты в духе, там через 30 минут и не в духе. Как это, как это можно понять? то есть либо ты ну либо твой дух живой либо твой дух мертвый правда либо в тебе есть господь либо в тебе и господа нет духу он есть или нет все других вариантов же не быть не может правда ли нет так вот люди очень часто путают и думают что так что если у них нет настроения значит они не в духе это совсем не то конечно строение сегодня мы слышали до что и и верующий человек который реально святой и праведный он тоже может и гнев какой-то раздражать ну какой-то в сердце имейте гнев и это может быть но не совсем то за рамки но приличия даже выходит да ну или как ну не согрешает грехом смерти если он все это вовремя там уладит если все время решит если он не не даст этому гневу выплеснуться за рамки приличия но если человек он находится в боге если человеческий дух он живой то он всегда находится как он всегда в духе ну так или нет всегда в духе так справедливее сказать так что либо ты духовный человек либо ты какой плацкой вот и все если ты бога не слышишь это не понимаешь если у тебя счастья радости нету от присутствия божьего от чтения слова божьего от молитвы из тебя не тянет церковь год два три пять десять лет то значит и просто духовно мертвый человек вот и все и не надо гореть нет настроения или еще что-то или меня там отвлекли нет надо называть вещи своими именами и тебе как можно скорее нужно светильник господень туда что запустить чтобы он быстрее там осветил тебе в душе потому что чем дольше твоя душа твой дух он он темный без светильника до тем больше там что разводится всякой грязи вы понимаете о чем речь за чем больше квартира вот квартиру оставь без света хотя бы на ночь да вот утром заходишь и не знаю как у вас у меня может тайну сейчас расскажу может не на ну бывает такое раз включаешь там кто-то нибудь бежит а ну все все первый этаж да чем дольше наша душа наш дух не душа даже наш дух чем дольше дух без господа чем дольше он находится без светильника вот этого даст без без господа без его присутствия тем опасно тем опаснее опаснее наша жизнь вообще там свет нельзя выключать слышите да а как же спать на дух наш не должен спать аминь плоть пусть спит иногда а дух наш должен всегда что бодрствовать даже ночью даже ночью аминь или нет там светильник должен всегда гореть я вам больше скажу вот этот светильник дух божий который мы впустили в наш дух он не просто должен гореть а он должен с каждым днем с каждым месяцем и с каждым годом все больше и больше что разгораться пламенеть правильно мы должны больше молиться сегодня с одним братом разговаривали там с кем не помню три раза там что-то за вечер он помолился я говорю все скоро надо уже четыре начинать читаешь одну голову в день начинай больше пламенеть пламенеть потому что этот свет божий он должен на протяжении нашей жизни земной пока мы предстанем пред господом он должен проникнуть во все уголочки нашего духа чтобы осветить и оттуда прогнать тьму аминь или нет чтобы навести божий порядок потому что в нашей жизни еще есть над чем работать в нашем духе есть еще над чем работать я вам больше скажу если мы потрудимся чтобы наш дух был чистый чтоб наш дух был светлый наши мысли будут хорошие наша душа будет какая-то же светлое чистое хорошие все сколько бы ты времени не тратил на очищение своих мыслей сколько бы ты борюсь с мыслями вот я борюсь еду там посмотрел девушка в мини-юбке все я борюсь с мыслями там но этого я сейчас я слышу от братьев знаете там или девушка там смотрит там парень там что же чего-нибудь там тоже борется с мыслями или там преступник вор там смотрит кошелек лежит тоже борется с мыслями знаешь да ты лучше в духе порядок наводи потрать больше времени чтобы изучать слово божие получить от бога откровение в молитве проведи больше времени тебе не нужно будет и сам увидишь как эти мысли от тебя будет отпрыгивать вы понимаете о чем речь вот там на светильник господин дух человека он проникает в глубины нашего сердца вот мы должны вот этот свет впустить наш дух и дать ему возможность что там все осветить и если духовный человек мы говорим духовный человек он в духе будет чистый если там будет бог командовать бог там будет господь иисус христос будет на первом месте то это человек его не нужно уже спутать ли с кем это человек будет видно издалека что это человек христианин, потому что вот этот Божий свет, он будет уже из Духа светить как через глаза, через слова, через дела, так или нет? Братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Мы должны максимум времени потратить на то, чтобы вот этот Господень светильник, Он в нашем Духе светил и освещал наш Дух, духовно пламенеть, возрастать, и тогда и в разуме будет порядок, и с телом будет все хорошо, и в душе тоже будет все нормально, аминь, аминь. Духовная личность не зря называется духовной личностью, не душевная, душевная наоборот, Писание говорит, что это опасное состояние, плотской это вообще беда, да, вот наша с вами цель, это наш Дух, и Господь Бог, Он хочет осветить в первую очередь, изменить и помочь нам в Духе, Дух наш там навести порядок, аминь, аминь, помолимся.